правило братья номер три следует считаться с общим положением и как это по-арабски звучит аль-хукм-ль-Ан и с частным аль-хукм-ль-Айн то есть если пришел общий текст о том что тот кто сделает так и так или скажет такое-то и такое-то тот будет таким-то таким-то не надо опускать этот хукм на каждого кто сделал или сказал подобное будь это вопрос куфра или будь это вопрос чего беда или будь это вопрос чего нечестие то есть если у нас пришел какой-то текст и говорит что это слово или это делали это убеждение является куфра или же имеет гBS это слово это делали это убеждение новшество является это слово это дело убеждения ничестья это не значит что каждый кто что-то подобное сделки сразу же становятся картером беда чекен или нечестив сам фасску большие ученые ислама брать, будь то ученые из числа праведных предшественников или современные ученые, или те, кто жил в промежутке этого, всегда делали разницу между действием и действующим лицом. Эти ученые говорили, если какой-то мусульманин сделает или скажет то, что является куфром, не дозволено выносить постановление его куфре до тех пор, пока не будет доведен до него довод, пока не будут соблюдены все условия, пока не будет доказано отсутствие препятствия, пока, 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 пока и так далее и тому подобное. Когда ученые говорят о том, что существует разница между действующим и действующим лицом, на что они опираются? Или они с воздуха взяли? Сегодня мы же с вами уже говорили же утром, что при вероузном введении берут все с воздуха, придумывают сами какие-то правила, ахли, сунна, все извлекают из Курана и сунны. Они опираются, баракалуфикум, на шариатские тексты. И из этих текстов тот, который упомянул шейху лислям и имтами, разбирая эту тему, то есть известный хадис пророка салаллаху алейхиусалим, который привел имам Бухари и другие, о том, что был один сподвижник, который пил вино, и которого пророк салаллаху алейхиусалима наказывал за это. И рассказывается о том, что один из сподвижников однажды сказал ему, да проклянет тебе Аллах, или да проклянет его Аллах, как много он пьет вино. Почему такие слова сказал? Потому что он слышал, что пророк салаллах сказал, что Аллах проклянет того, кто пьет вино. Аллах проклял того, кто пьет вино. И он пришел и этому конкретному свету сказал, да проклянет тебя он. Но несмотря на это, пророк салаллаху алейхиусалим сказал, не проклянай его. Ведь он любит Аллаха и его пророка. Ибн Таймия, рахимауллаху, говорил, пророк, салаллаху, алейхи и асалям, запретил проклинать его за упорство. Из-за того, что он любил Аллаха и его просланника, салаллаху, алейхи и асалям. То есть, был какой-то маня. Было какое-то препятствие. Да, общее положение, что тот, кто пьет вино, тот проклят. Но, что касается частного положения, на каждого ли снисходит проклятие? Нет, если есть какое-то препятствие, оно нисходит. Этот человек попадает под общее проклятие или не попадает? Попадает под общее проклятие, если в общем посмотреть. Но когда один из подвижников начал проклинать лично его, пророк Салаллаху, Алейхи Усалим, запретил ему это и порицал его за это. Шейх Уль-Ислам Таймия говорит, Маджмот, Уль-Фатава, 10-й том, 329-я страница. Однако наличие проклятия за какое-то дело не обязывает проклинать конкретную личность, так как может быть в нем присутствует что-то, что мешает проклятию снизойти на него. И также это касается такфира и угрозы за какие-то дела. Поэтому угроза, то есть по-арабски это называется ваид, в Куране и Сумне обусловлены наличием условий и отсутствием препятствий. Значит, чтобы угроза снизошла на определенного человека, должно объединиться все условия в отношении этого человека, соблюдены и отсутствует какое-то препятствие. Также говорит Шейхслав Таймия, Маджмот, Уль-Фатава, 10-й том, 372-я страница. Если доказано Кураном и Сумной, что какое-то дело является новшеством, или не новшеством, но чем-то запретным, или противоречит Курану и Сумне, если что-то подобное исходит от каких-то личностей, то есть вероятность, что есть им оправдание. Есть вероятность, что есть им оправдание. Может быть, они проявили их чтега, то есть некий вид усердия. Или слепо последовали за каким-то, за кем-то таким образом, что им в этом есть оправдание. Или у них не было достаточно возможностей и так далее, и так подобное, как мы об этом говорили во многих других трудах, говорит Шейхольдснам Тайми. Также он говорит, Все это не указывает на обязательность опускания этих текстов на конкретные личности. Если только не будут соблюдены все условия, не будут присутствовать препятствия, и нет в этом вопросе разницы между основами и ответвлениями. Вот это самое важное, что сказал Шейхольдснам. Нет в этом вопросе между основами и ответвлениями. Сегодня мы знаем, помним, что такое основа, что такое ответвление. То есть человек, варак луфикум, если не собраны все условия, и есть наличие препятствий, это не сходит варак луфикум ваиб, То есть, угроза, будь это угроза такфира, будь это угроза обвинения в неверии, будь это угроза обвинения в нечестии, на определенный исчез. Поэтому ученые говорят, что из тех, кто попал в новшество, однако при этом присутствовало какое-то оправдание, которое помешало ученым обвинить его в том, что он стал приверживаться в новшеств, был имам Иднухузаима, Рахима Гуллаху Таалю. Он говорил, некоторые из тех, кто не разбирается в знаниях, возомнили, что по словам пророка salallahu alayhi wa salam, по его образу, то есть Аллах создал адам по его образом, подразумевается образة милостивого, subhaanu wa ta'ula. Однако по словам, Аллах создал адама по его образу, под местонемением его, поднимается тот, кого бьют и поносят. Пророка salallahu alayhi wa salam сказал, не бей по лицу, потому что Аллах создал адама по его образу, То есть того, кого ты бьешь по лицу, так растаковал Ибн Хузаима, отрицая атрибут какой? Сура, образ. Чтобы было понятно, о чем идет речь, братья, надо пояснить то, что в одном из хадисов пророк, салаллаху, алейхи и ассалям, запретил бить людей по лицу. И после этого сказал, поистине Аллах создал адам в соответствии с его образ. В отношении этих слов было разногласие среди людей. Среди них есть те, кто говорит, что под образом подразумевается образ Аллаха, субханалталь. То есть точно так же, как у Всевышнего есть атрибуты, так и у человека есть атрибуты. Однако у Аллаха они такие, как подобает его величию, а у человека они такие, как подобает его человеческой сущности. Другие же говорят, что тут понимается образ, который создал Аллах, и он приписывается к Аллаху приписыванием почета. То есть и дав вот этот шрифт, как мы говорим, что дом Аллаха, верблюдеца Аллаха и так далее. Также есть те, кто говорил, что речь идет об адаме, мир ему. То есть Аллах создал того человека, которого нельзя бить по лицу, по образу его праотца Адама. И вдовы-то не привели хадис в Сахей Бухари, в котором пророк, салаллаху алейхи ас-саляма, сказал, поистине Аллах создал Адам в соответствии с его образом, ростом 60 локтей. Шейх Альбани был из тех, кто говорил то, что говорил Ибн Хузаима. Однако из наших ученых, да смелся на имя Аллах, рассказывал, ой, извиняюсь, один из наших ученых, Рахмел Адали, рассказывал о том, что он присутствовал на мажесе с шейхом Альбани в доме шейха Абдульмахсин Аббад. В Медине. И там присутствовал очень много людей из числа больших мединских ученых. Люди задавали вопрос у шейха Альбании. Из тех, которые были заданы шейху, было то, что один из присутствующих спросил у шейха Альбани о словах имама Ахмада, который передал Абу-Таур. Что он говорил, тот, кто скажет, что местоимение возвращается к Алкадаму, тот является джагмитом. То есть такие слова, кто сказал? Имам Ахмад. Тот, кто так растолкует хадис, является джагмитом. Что шейх Альбани сказал? Мы не являемся мухаллидами, ни в фиг, ни в ахиде, однако по словам и по его образу подразумевается адам. И никто из шейхов ничего не сказал. Субтитры создавал DimaTorzok